Как говорят рыболовы-любители, всё началось с крючка. Так и Александра Белова стала коллекционировать старинные предметы именно с этого экспоната. И вот с этого крючка, казалось бы, ни вида никакого не имеет, и никто бы внимания не обратил. Но именно, наверное, то, что это сделано кузнецом каким-то, когда-то, может, и техники не было никакой по-настоящему. И вот он сподвиг меня начать собирать старые вещи. И так уже почти 20 лет. Александра Фёдоровна интересовалась антиквариатом всю жизнь. Её завораживали старинные необычные вещи, которые, казалось бы, уже никому не были нужны. Но идея создать свой собственный музей реализовалась только с выходом на пенсию. Тогда и время появилось на осуществление заветной мечты. Музей «Былое и думы» она организовала в своём дачном домике. Я, вообще-то, родилась в посёлке городского типа, в квартире жила всю жизнь. Но у меня была такая любовь к деревянным домикам, деревне. Я не знаю, откуда это всё было. Началось с того, что один самовар принесла, привезла. Потом сундук привезла. Ну и горшочки вот. А потом как-то и поехала, и поехала. И туда поеду, там вещи лежат, валяются, там валяются. А это, ну как, это история. Сундуки, фотоаппараты, музыкальные инструменты, проигрыватели, утюги, которые разогревались углями, пряжки, посуда, старинные печатные здания. И даже коллекция женских шляпок начала 20 века и многое другое. Особое место уделено старым самоварам. Александра Фёдоровна некоторые вещи обрабатывает, чтобы привести в хорошее состояние. Тогда находка становится украшением коллекции. Когда я вот убираюсь, здесь пыль протираю, вот беру вещь и думаю, вот эту вещь трогали руки вот какого-то человека. Я не знаю, а Господь знает имени этому человека. Я даже подчас говорю Царству Небесному этому человеку. Я имя Твое не знаю, а Господь Бог знает. И вот это вот у меня какая-то энергия какая-то. Здесь много ведь энергии. Энергия через вещи передаётся. И я считаю, что вот это то, что я, у меня такая любовь вот к этим вещам, не к богатству какому-то, к этим вещам. Мне кажется, мне воздаётся это. Посетителей пока немного. В основном это школьники и прихожане близлежащей церкви. Ведь немногим известно, что в посёлке Развилка существует частный музей бытового антиквариата. А ведь это заслуживает внимания. Ведь феномен притягательности старинных вещей, как считает наша героиня, объяснить нелегко. Хотя, может быть, дело тут в том, что в старину вещи изготавливались вручную и принимали в себя частичку энергии создавшего их мастера. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин